итак ребята всем привет кто не смотрел предыдущие начало прохождения в принципе не критично можете начинать смотреть прохождение данной игры прямо с этого видео почему потому что на предыдущем там было по сути создание персонажа долгая то есть я выбирал что кого какие перки почему то есть счета прокачивал потом было введение долгая в игру то есть ролики там отсылки к предыдущей части в общем все это я просматривал еще я просмотрел вот сейчас в настройках как я мог бы вручную задать выборы из первой части и все-таки я не пожалел что я их не задавал вручную потому что там огромное количество различных фамилий какие-то дюмалы рыцари горна я это что-то вот про рыцари горна например я помню но только вскользь то есть уже конкретику не помню проходил очень давно поэтому в принципе не жалею о том что выбрал предысторию то есть там ну вот из нескольких то есть первая самая лучшая потом хуже хуже тогда самый плохой которая не рекомендуется для новичков я выбрал ну хорошую предысторию что я там помогал всем был милосердным не потому что она для новичков и потому что на нелегко играть а просто потому что я так бы и проходил игру вот собственно играю на среднем уровне сложности создал персонажа основной персонаж у меня варвар класс вот из эдера который тоже из первой части персонаж создал бойца он у меня будет танком щитоносцем вот сам я буду прокачивать еще посмотрю кого может быть два оружия вот ладно собственно что начнем проходить там вы особо ничего важного не пропустили то есть нас там опять же была предыстория из первой части и заставили нас эти боги короче следить за каким-то новым переродившимся богом в первую часть у нас была своя крепость с огромными подземельями оказалось под этой крепостью заточен некий некая статуя террое существо в которая смог вселиться этот бог который всех уничтожил в крепости который нам принадлежал из первой части вот опа а свинку плохо видно но но видно по крайней мере вот если присмотреться вот она здесь то есть она такая прозрачная сразу же у нас в инвентаре короче питомец есть какая-то еще с саблином да лосева можно такую одеть бонусную хреновинку а это че такое комплект оружия короче бонусное оружие видимо из предзаказы и из этого обсидиан-эдишн у меня обсидиан-эдишн так в общем не знаю напишите в комментах кого оставить спутником свинку или вот эту птичку я пока свинку оставлю правда она прозрачная но ладно так облутываем пока ищем все вижу что я вам могу рассказать о первой части если вы не играли я сам в нее играл но прошел не до конца прошел много но не до конца но она настолько гигантская игра я вот говорю что одна из самых гигантских игр и вообще которые я играл может быть даже самая кто-то зовет на помощь по какому-то испанскому или по какому не понятно о я как на нос корабля нажал то есть да вот я нашел веревку с крюком я лучше ее использую мы перебрались какая-то девушка вот когда какие-то непонятные тут слова кассита например то есть они подсвечены таким в общем сами напишите в комментах чуть за цвет как он называется можно такие слова наводиться и вот предыстория нам насвечивается это капитан кассит это капитан по валийске в ай линске даже если вдруг вы не успеваете прочесть ставьте на паузу взял мадича валийское восклицание и ругательство прикольно короче у него опухшее колено и там явный перелом но у меня смотрите у меня вот это полагает применение каких-то навыков либо нести ее на руках у меня как раз силы хватает и атлетики либо это что такое выживание делать шину из обломков но я даже не знаю что лучше давайте шину и сделаю потому что нато может быть пригодится ограчима валийское выражение благодарности кстати пацаны ограчима за комменты надо запомнить ограчима теперь будут так говорить так чё тут у нас дальше на корабле не непокорный кстати очень мне нравится графика смотрите вода какая то есть реально такая знаете есть лагуны с таким с таким цветом воды очень красиво и непокорный даже по-русски написано многие писали мол бог богов боятся в игре я вам честно скажу я не знаю может быть какие-то баги будут но пока никаких нареканий то есть никаких проблем но это что такое это душа да мы видим души это как бы из первой части мы стали в первой части игры свидетелями некого ритуала после которого но случайным свидетелями после которого у нас появилась возможность видеть и разговаривать с душами и как-то переживать их события и то есть мы стали так называемыми хранителями и вот гонялись первой части за всякими пусторожденными там дети были как без души рождались потому что что-то там произошло с богом я честно говоря я всю эту историю сам читал но столько времени прошло во первых первой части я уже забыл так что опять же если вы не играли вообще ничего страшного ну вот нам душа говорит надеюсь остальные промокши рутки спаслись так а как нам миникарту то можно нет то есть вот тут такая миникарта наверняка мы такие не одни ну естественно вот кому интересно я на tab нажимаю на tab и у меня подсвечивается с кем можно поговорить что можно нажать кстати чем полезно очень удобно чем высматривать так все потому что можете подождите от что они не вместе бегают как их сразу то выбирайте так битва начнется не по одному у меня разделены наверно просто всех выделя выделять ручную выбрать всех как бэкспейс но бэкспейс это дни уж дотянуться надо за ей я у частин тайм фава фан файкин офф мадалас рейдерс вон момент флэнн into the freezing депс а вон раз безом до next магран богиня войны тут много таких отсылок будет стойк помню стойка это опять же отсуток первой части итог решения принятых вами пиларсов и тем то есть первой части так они тоже будут у костра теперь по идее из мост пока не буду переходить но они говорили что нет каких-то бандитов отбиваются я не понял может какие-то еще счет бандиты будут пираты мангл 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 и Но Андра это богиня моря, типа океанов. Так, еще одного спасли. Я не знаю, пистолетчик может он и не будет в нашей команде. Я его с первой части не понял. Ой, это вепрь уже. Все, расправились с веприм. Какие-то ингредиенты туда можно собирать. Давайте наверху еще прочекаем, а потом уже в пещеру пойдем. Тут чей-то дух. Почему-то там вот местность, но я в нее не могу попасть. Может быть в нее как раз и попадают через пещеру. Шляпа Принчипи. Непонятно это то ли имя, то ли название шляпы, но наверное название шляпы. О, а это что такое? Это он уже был у меня? Моряк. Я не могу видеть много чего-то реально. Я не могу видеть много чего-то реально. Я не могу видеть много чего-то. Что случилось? Ну и ответы. Берас, бог смерти, он приказывает мне вести душу в загробный мир, так что полагаю ты теперь моя ответственность. О, я думаю, это звучит неплохо, да? Я буду следить тебе тогда, так что я? Я не знаю, вот... Я... Ладно, пожить. Ты еще видишь хвоста, да? Я думаю, что ты встал с этим. Он, кстати, исчез. А других-то я не могу призвать идти тоже за собой. Я там одного моряка спас, там... Ну, в предыдущем начале прохождения там какой-то персонаж создавал там... Чуть-чуть совсем... Такой выбор был, типа, на корабле. Сундук спасти из этого замка, который нам разрушили, типа, с кучей лута там. Ну, неизвестно, там куча лута была или что. И вообще неизвестно, спасли бы мы его или нет. И даже если спасли бы, либо спасти моряка. Я спас моряка, но непонятно, он умер, все равно или нет. О, сейчас свинг получше. Получше видно. У меня факел такой зелененький. Бонусы предзаказа, Obsidian Edition и все такое, видимо. Красиво, очень отрисовано, все прикольно. Мне нравится графика. Красиво и стильно. Скелеты тут откуда-то. Ну, давайте справа сначала, я не знаю, все дочекать или как. Это может быть борьба. Вот еще. Ну да, тут обучение, но я это все знаю. Тут есть штрафы, короче, если я буду, если я с кем-то уже в бой вступил, если я выхожу, он имеет право меня сразу ударить. И всякое такое. Поэтому тут, пока битвы легкие, но потом, возможно, придется заморачиваться. Хоть и на среднем уровне сложности играем. Так, до конца там дочекать хочу. О, красивенько сделали стильненько, точнее. Пол хп мне снесли. Размокшая записка. Ну-ка. Все еще никаких следов бенвента. Сколько нам еще ждать? От сырости уже половина добычи испортилась. И разберись с этим дурацким конструктом. Он постоянно ошивает с того кристалла. И могу поклясться, строит мне глазки. Блин, а о чем я по взлому? У меня ни у кого он не вкачан. Сложность замка 2, то есть я не могу его вскрыть. Надеюсь, сейчас мне кто-нибудь попадется, кому можно сразу взлом вкачать. Да, надо, наверное, одним из первых. Ну, следующим, то есть вкачивать из мирных навыков таких. Взлом, наверное, человеку. Я не знаю, Эддеру можно ли вкачать. Он щитоносец. Это же, по-моему, там мирные навыки вообще отдельно идут. О, нифига себе, конструкт. Нельзя сохранить в бою. Ну, я попал. Ну, ладно. Надеюсь, с ним справимся. Где там способность это? Вот. Сбивание с ног. А этот? Что-то он сильный, да. Потихоньку, потихоньку его сносим. Я еще раз могу его сбить. Как раз забудет, это можно использовать. Наверное, там коды есть. Ну, все, сейчас мы его положим. Волшебная палочка, всякие штуки для крафта. Кольцом малой защиты. Ну-ка, сразу кольцо-то давайте-ка. Где оно тут у нас? Кстати, тут что-то... Непонятно, это эффекты временные или перманентные, то есть, вечно, если их применить. Так, ладно. Кольцо я одел. Так, стоп. Почему у меня эдеру я одел кольцо? Я не эдеру хотел вообще кольцо одеть. Ну да, можно еще вот так, кстати. Ладно, я думаю, то получше оружие будет. Так, где кольцо, ты говоришь? Я только что видел кольцо, господи. А, вот оно. Эдер не хочет отдавать. Так, ну вроде тут все. Или не все? Вот это что? Да, просто их повторно можно смотреть. Вот и гном. Я не помню этого гнома. Так, вот у меня не выполнены условия для всяких специальных ответов. Ловкость рук, интеллект, блеф, восприятие, механика. То есть тут ловушки, он об этом нам говорит, да? Ну-ка, быстрое сохранение на F5. Все отлично. Ну-ка, он сможет разрядить? Разрядить. Не удалось без зрения. А еще раз? Не удалось. Ну-ка, этот. У этого все. Нет. Нам нужен какой-то специалист по механике. Или я не знаю, атаковать. Нет. Ой, блин. Вот везде ловушки. А, ну, вроде там можно обойти вообще. Как раз я где пробежал. Да, Принчили это шляпа так называется. С ней мы справимся без использования способностей всяких. Промахи, смотрите, побываю. Из-за двух оружий, наверное. Бестриарий классический. Бестриарий, то есть когда мы монстров встречаем в игре, описание этих монстров заносится вот в бестриарий как раз. Я тут все облазил и теперь вот у меня что есть. Я тут все облазил. Я тут все облазил. Мне Эддер помог Я что-то там не захлебнулся А, вот сейчас мы походу как раз сзади-то и выйдем Где я говорил, типа мы сзади там попасть не могли никак обойти Да, через пещеру Вот еще одна душа Пиратка-утопленница Ветру границы Границы это мир теней, в котором души некоторое время пребывают после смерти Даже у богов нет власти здесь Специал гиф from his contact, he says Now it's acting all weird It gives me the damn creeps You feel it too, right? Like it's looking straight through you? Came out here to get away Couldn't stand it staring at me anymore Then... Then... My memory is fuzzy Anyway, you want to be with us? I haven't seen you for, but he's been bringing all sorts of new folks on lately Can only keep track Давайте сначала Спросим Oh yeah, one of the crew got rid of those valiant bungholes The ones who are with the fancy ships and jonti caps We swip things from them all the time Не хочу тебя расстраивать, но ты мертва Спирит! Майдертик, is that why everything's all grey? Эл, that explains some things And here I thought, maybe I just bonked my head Хейли, общее название для там в Адири, в Аэйдири и Дирвуде Редрайси, короче, язык сломаешь Look, maybe we should stick together Feels right, you know? Well, if you've been the only other thing around and all I can give you a hand with, uh, spirit and his stuff Noo That'll be a spoil sport, we'll have a grand time, just you wait and see Пистолет Ну все, больше ничего нету Да, я вот там был Непонятно, что с гномом делать Может быть, пока оставить его Потому что я все равно не понимаю, что там с ловушками-то Сейчас я там еще через мост не переходил, может там какой-то контент будет Позволяющий гномика освободить А, это типа, это голос диктора игры просто, типа, я должен всю партию собрать, прежде чем выходить Ну-ка, может, на пляжу, к этим подойтись, сказать им, типа, В übrig Я забрал немного воды We'll have a spy at that Emp há드� cargo Bethanyard Я думаю, что мы сыну вас... ...это душа ловушка ...этоético насколько имеющиеся Прикольно. Много очень. Прикольно, здесь очень много метафор, то есть здесь означает буквально физический мир, они даже там это поясняют все. Так, решил вернуться к гномику, бочка какая-то у него есть, конечно, вывих голеностопа. Ром. Так, ладно, я его спас, только я не понимаю. Он мне уровень дали, только, не понимаю, на мне какой-то штраф теперь наложен, вывих голеностопа или что? Как посмотреть? Вроде нет. Так, ладно, а где меню прокачки? А, вот, просто на этот нажимаю, а на крестик. Так, ладно, отлично. Скрытность укачана. Атлетика. Ну, все-таки я стою основной персонаж. Так, а как посмотреть, чего другого? А, я не могу дальше, да? То есть, одну очку сюда должен потратить, другую сюда. Блин, а как выйти-то отсюда? Можно потом их потратить? Вот. Потом я могу уже вкачать, да. Ну-ка, Эддеру посмотреть. Что у него тоже, какие у него... У него выживания. То есть, тут общие навыки, которые дают бонусы и себе, и отряду. То есть, считается, видимо, суммарно у отряда все эти бонусы. Как раз вот механика. Ну-ка, погоди. Так, во-первых, я хочу... Попробовать... Так, нет, не то. Ну-ка, вот он может этой способностью эти ловушки? Нет, не может. А мечом может? А, нет, комплект оружия. Ну-ка, в управлении есть ли атака? Маус 0. Тяжелое ранение. А, ну вон у меня, блин. Поэтому, да, жизнь не снимается. Ну-ка, на F8 загрузка. Люблю быстрые загрузки. Так, ладно, сейчас я посмотрю... Там сундук же был. Вот он, сундук. Посмотрю, сколько он требует. Свинка за мной скачет. Он требует... Механики 2. Если я каждому вкачаю по механике. Интересно, тут общая, то есть, скрытность еще от Эдера. Я могу каждому механику вкачать и... Как раз смогу сундук открыть. Ладно, а этому я вкачаю дипломатию основному своему. Ну-ка, дальше. Вот, способности. Пока не могу. То есть, у меня вот этот, что ли. Дополнительный набор оружия вообще самая беспонтовая. Четку можно вкачать. По крайней мере, на моем уровне сложности. Ну да, пригодится воровский клич потом, потому что... Так, а это че? Уйти просто описание. Ну-ка. Хотите взломать замок? Треба смычек 3. В тайнике 11. Нет. Ну-ка усилить. Как усилить? А, вот. Один раз за бой. Вы можете усилить себя. Это у Берсеркера, что ли, такой уникальный перк? Ладно, давайте механику вкачаю. Тоже вторую ему. Дальше. Че еще вкачать? Ну, можно выживание, либо атлетику. А, атлетику я уже не могу, и механику вкачал. Тогда выживание. Так, он у меня будет танком. А че осведомленность-то дает? Ну, вот это вот тоже прикольно после восстановления здоровья. Только че-то я его не могу вкачать. Видите, пока беспонтовые у меня пассивки. Взбивание с ног уже прокачано. То есть, я только вот одну могу, вот эту вкачать. Да. Ну, ладно, давайте ее. Так, вот теперь очень интересно. То есть, я смогу открыть. Да, вот требуется отмычка одна. Видите? То есть, я вкачал механику на два. То есть, у меня суммарно суммируется умение всего отряда. То есть, не так, что одного качать в механику, там, а другому. Еще что-то. То есть, тут все суммарно складывается. И уже требуется только одна отмычка. До этого требовалось три. Это огромная экономия. Он помощь отряда эдр. Механика эдр. Общая механика два. Да, хочу зломать. Ой. Офигеть. Случайно. Надо мне убрать капс лог с какой-то там способности. Или тут так нельзя? Напишите в комментах, кто знает, как убрать горячие клавиши. Все, вроде убрал. Как-то на правую кнопку мыши, вроде убрал. Так, ладно, что в сундуке? Вайлианский сюртюк. Легкий доспех. Так, у меня средний доспех. А у этого? Ну, короче, фиговый доспех, но ладно, на продажу пригодится. Все равно не зря. Все было не зря. Очень быстро сохраняется. Все быстро грузится. Хотя, я не знаю. Если вы играете на обычном жестком диске, кстати, напишите, насколько у вас быстрая загрузка или нет. У меня на SSD стоит игра. Может быть, из-за SSD загрузка быстро происходит. Интересно. Все сохраняюсь. Пошли дальше. На карта мира это уже другое немного. Я сейчас на привал Виларио. Ладно, пока загружу прохождение привала Виларио. Другие видео уже будут про другие, соответственно. Пишите комменты, ставьте лайки, подписывайтесь, если не подписаны, жмите колокольчики.